ребята всем доброе утрище у нас кстати была такая утренняя передача доброе утрище с димоном вот решил ее возобновить и сделать доброе утрище с димоном сегодня опять этот уникальный автомобиль начал выдавать какие-то уникальные свои вещи блять ничего не могу понять но смотрите сейчас я еду шестьдесят километров в час даю скорость бросаю педаль идет толчок вот чё к чему масло в коробке еще не проехала свой километраж да и принципе я его менял вот недавно толчки происходят буквально я не знаю через два три дня там четыре дня блин потом неделю все нормально все будут даже сейчас я еду даю газа бросаю о слышали лучше это такое но это не коробка еще даю газу еще все бросаю газ и сразу же толчок даже не толчок а пинок такой идет это уже было на этой машине но она потом прошло то есть если получается вот такие пинки у коробки сразу начинаешь думать что все коробка подыхает но на самом деле это не так смотрите был момент когда мы в том году выехали ну так сказать на базу отдыха на охотничью кто из нас пригласили и мы поехали вот получилось так что мы зарюхались по полу рафика в грязище там и буксовали и выезжали на 1 и на 2 и на элке и как я только не пытался выехать то есть пока не приехал чудесный автомобиль него нас не вытащили вот но после этого после этого серфик какой кайфовый смотрите вообще огонь покрасили в желтый матовый цвет и поставили кучу китайских фар ха заебись ништяк получилось но вот это вот ведрище говнище вот мне уже вот вообще никак не нравится он едет двадцать пять километров в час вот я за ним плетут так сейчас его быстренько обгоню вот так вот он еще и воняет как из непонятно из чего на газу что ли ну да уже двигатель евро 5 наверно вот и короче что получилось то застряли мы в этой дыре пробуксовались и после этого машина стала дергаться я сразу же начал грешить что это коробка в общем мы из этой деревне ехали скрипя зубами во первых мы замяли рычаг во вторых подпалили сцепление то есть сами представляете да когда человек где-то там в середине там глубинки тайги застревают да надо понять что он уже хочет домой и помощи ждать в принципе нет но получилось так что мы все-таки выехали и когда мы ехали по трассе по трассе нам надо было быстренько ехать но быстренько не получалось я не знаю почему давишь газ машина не едет рычаг замяли пинки какие-то страшенны то есть если честно я подумал что я ушатал коробку коробка у меня ремонтная от капитали на а вот я думал что все она просто накрылась надо готовить денег и все это дело заново капиталить вот приехал коробочнику все посмотрели разобрали поменяли масло думал что пинки уйдут нифига подобного пинки продолжались но потом какое-то время где-то полтора месяца пинки исчезли вот и сегодня вот смотрите уже прошло больше полугода примерно даже побольше наверно и вот месяц нормально месяц пинается то есть через день но пинается в общем ничего понять не могу надо будет разбираться дроссельную заслонку чистили в общем в этой машине за зиму сделано было практически все умер генератор от капиталя намучился я с ним стартер стартер разбирал чистил тоже думал то есть когда приезжаешь на сто тебе столько всего наваливают что давайте вот это вот сейчас разберем потом вот это вот разберем потом вот это соберем и вот это соберем и потом может быть что-то изменится вот и опять я возвращаюсь коробки коробка опять сегодня пинается но опять же как понять коробка вот я вам показал да даже на малых оборотах на малой скорости вот я сейчас допустим даю газу резко бросаем вот пинка нет если это была бы коробка были бы пинки постоянные вот еще даю газу резко отпускаю опять пинка нет и вот непонятно что происходит сейчас я проеду вот это чудо дорогу здесь у нас чудо дорога и отрезка нажимаю газ отпускаю сейчас нет пинка а там мы ехали я резко нажимал отпускал даже сами слышали что был толчок пинок вот с вами и хотел посоветоваться вот что происходит с автомобилем и почему он так себя ведет но если бы это была коробка то пинки были бы постоянные ежедневные на машине я двигаюсь ежедневному 100 километров в день проезжая и бывает так что там неделю нет пинков да потом один день есть потом две недели пинков нет неделя пинки есть потом опять пропадает я так понимаю если есть какая-то болезнь да допустим в той же коробке она постоянно будет пинаться и поэтому надо эту проблему решать но опять же вот напишите мне в комментариях куда поехать кому к электрику может быть это мозги опять мозги перепрошивать я перепрошивал мозги и блин машина была в полном порядке может быть может быть когда я застрял я вообще мог подпалить мозги в это время ладно я могу подпалить сцепление могу подпалить там в коробке фрикционы да или еще там что-нибудь то есть ну как-то перегреть двигатель я не знаю там были ну все что угодно а мозги я могу перегреть и у меня у самого уже мозги перегрелись вот поэтому я записываю видео вот ребята давайте вместе по кумекам куда идти на какую диагностику и что вообще происходит с данным автомобилем мозгами постоянный геморрой именно на этой машине некоторые люди даже начинают со страху коробки капиталить или либо покупать бушные коробки чтобы успокоить свою душу но этот же канал тойота раф 4 и надо копать надо искать опять сейчас ехать на диагностику меня начнут с диагностики двигателя потом диагностики коробки блять и диагностики электрика то есть если у кого-то вот такой момент был что когда едешь нажимаешь газ отпускаешь убрыкнись блять вот резко отпускаешь ну вот все пинков нету а там были вот напишите в комментариях либо зайдите по ссылочке в описании или в комментариях ссылка на нашу группу вконтакте там напишите эту проблему там есть либо в подразделах да ремонт своими руками либо ну просто предложите новость там есть маленькая кнопочка и написано предложить новость так что вот такие дела на канале происходят давайте с вами был димон всем пока пока